Доброе утро. У нас сегодня утро начинается с того, что мы идем в кино. Сейчас зайдем по дороге в магазин. О, солнце, солнце. У тебя вкусняшек. Потому что в кино без вкусняшек это не кино. Да, Ален? Так как у меня овощная неделя, а картошка это овощ. Так, хватит ругаться. Надо брать чипсы, да, Эльдар? Эльдар вот взял себе круассан. Я вот в кино привыкла с чипсами сидеть. Вот даже нарисована на них кинишка. Кинишка, киношка. Господи, кинишка. Даже не знаю, что будет. Все такое вкусное. Девято утро. Народ. Куча. Эльдар тоже готов. Тоже готова. Да, друг. Смирно. Все готовы. Какую смерть ему? Смотрите, смерть. Эльдар тоже готова. Это желтосадь и все купила. Эльдар. Эльдар, слушай, я случайно. Чуть упал, глупенький. Короче, я обычно розовый-голубой, седровый, желтый. Да, зато она легче плачет. Решила зайти в магазин и тут посмотрела, когда в кино шли, помидоры. Хочу сейчас их купить. Эльдар у меня кончились. Пару штучек тоже возьму. Так, где они? Или мне показалось? Похоже. А, вот они. О, их уже забрали. Надо было клювом щелкать. Ладно, тогда кабачки возьму. Еще мне вот эти очень нравятся штуки. Чрем-шелка вкусная. Взять что ли себе ее? Эльдар. Такое. Перец острый. И вкусная. У них курсы соленые. Они такие остренькие. Я люблю вот эти вот. Не знаю даже, правильно брать. А думаю. Завтра на работу хочу с собой вот такую штуку взять. Очень вкусная. Что тут лютенец, айвар. Что за айвар? Первое с такой слышу. С чего она состоит? Икра овощная. 159 рублей. Приколистая. А вот у мамбы и удынь, который лучше я сама сделаю. Так. Ну вот это тоже вкусное. Можешь самой сделать. Ладно, один раз куплю, а один раз сделаю тогда. А вот эта фасоль тоже самая, но цена. Возьму чуть подешевле. Еще есть баклажанная икра. Вот это вкусная штука. Ну подумаю тоже пока. И вот эти тоже я люблю. Фасоль, ну купила такую фасоль, не буду купать консервированную. Что тут еще есть? Интересная. Тут лобио с фасолью. Ой, как-то пробовала, я не очень люблю грузинскую кухню. Нет. Бруски так намазывала-ка просто на хлеб. Все это можно сделать самим дома. Так, ну вот мои покупочки. Я взяла, мне на два дня хватит. Я ее не как основное блюдо, а как закуску. В основном блюдо. Вот. Кабачочки. И взяла свой любимый, если вы увидите такой в пятерочке хлеб, горчичный батон, берите. Он совершенно потрясающего вкуса. Он чуть желтее, чем обычный батон, но он очень вкусный, ароматный, просто супер. Да, обалденный на вкус. Советую. Так получилось, что я сегодня не обедала. У меня сегодня вместо обеда был стоматолог. На обед не был красивый восточный мужчина, который ковырял себе во рту. Ой, ужас. А так смешно, когда мне говорят, у вас такие хорошие зубы. Я говорю, ребята, зайки мои, знали бы вы, сколько это стоит? Сил и денег. Вот. Поэтому сейчас я буду готовить ужин. Заодно покажу. Меня спрашивали, как вы жарите баклажаны. Это такой элементарный рецепт, как вы жарите картошку. Ну, берешь, дожаришь. Ты баклажаны с сахаром майонезом, как их. И у меня сегодня будет очень обильный ужин. Я прошу меня заранее, простите. Вот. Ну что, поехали. На самом деле, рецепт очень простой. Берете баклажан, ряжете его. Я раньше заморачивалась, вычистила. Ну, сейчас я заморачиваюсь. Это мы убираем. А не нужно. У меня нету мужчин в доме, наши тупые. Я сильно толстый не режу. Такой, 5-6 миллиметров слой. Потом мы это солим. Сейчас возьму, где наша соль. Я обычно солю с двух сторон. Некоторые любят положить, чтобы подержать там под солью, потом промыть, чтобы горечь прошла. А мне, не знаю, мне не мешает никакая горечь. Единственное, что в жареных баклажанах плохо, и что их отличает сильно от жареных кабачков, это то, что они заразы. Беру себе много масла. И получается очень такой насыщенный, жирный баклажан. Сейчас мы так тут, оп, ля, наклоним. Ну и все, кладете его. Мне положили в этот раз большую баклажан. Ну, какой был. Что не жалко, то положили. Все, жарите. Потом переворачиваете. И потом майонезом чесноком смазываете. На всякий случай, если вдруг кто-то не знает, как делать майонез с чесноком, я, конечно, уверена, что все знают, но после того, как меня спросили, как жарить баклажан, я уже ни в чем не уверена. Это дело очень просто. Берете майонез, берете чеснок и... Кстати, не знаю, пользуетесь ли вы таким лайфхаком, как я. Сейчас так... Ой-ой-ой. Я обычно беру какую-то ненужную часть овоща. В данном случае у нас это баклажанная жопка. И туда-те ее закладываю, чтобы, значит, чесночек у меня весь выдавился. И не осталось ничего на дне. Вот теперь все. Теперь мы это дело перемешиваем. Так, ты что тут у меня лежишь? Перемешиваем. И все этим мы будем смазывать наши баклажанчики, когда они пожарятся. То есть кладешь их на блюдо. Можно сначала положить на этот, как его, ватное, о, ватное, господи, бумажное полотенце, чтобы жир впитался. Но мы же, я жира не боюсь. Я сама толстая и красивая. Пускай будет жирный баклажан. Все, обжарите баклажан с двух сторон. Вот они уже у меня, зайки. Красавцы. Так буду складывать. Я купила жар. С двух сторон обжариваете, намазываете, складываете, намазываете, складываете снова. Вот такая красота. Вот такой у меня сегодня будет на ужин обжор. Ой-ой-ой. Не могу открыть банку. Селенок не хватает. Я возьму фасоль. Ильдар, не прыгай со скакалкой. Купили скакалку, ребенок не может нарадоваться. Все говорят, ой, что-то много. Ладно, влезет. У меня будет сегодня огурцы, фасоль с овощами, соба и... Та-дам! Я все это заполирую с жаренными баклажанчиками. Ммм, вкуснябая. Надеюсь, я не лопну. А то забрызгут все вокруг. Так, ну вот, наконец-то, господи. Я могу поесть. Впервые за утро. С утра, точнее. Уже сил моих нету. Так. Ну, я сегодня там собиралась то сделать, это сделать, но... Все мои... Короче, не могу ее что-то намотать. Все мои планы накрылись. Я всем забыла, что после стоматолога, во-первых, у меня сильно кружится голова. После всех этих анестезий. Вообще, это такой большой стресс, ученик, стоматологу. Хай! Причем в любом возрасте. У меня еще... Я еще заставила советскую карательную стоматологию. Когда тебя врачи держат, чтобы что-то сделать. И сейчас до сих пор я непроизвольно, когда ложусь в кресло стоматолога, открываю рот, и начинают течь слезы такие. И новые врачи не всегда пугаются. Все нормально? Вам не больно? Я говорю, все зашибись. Просто вот такая реакция. Ммм, какая красотища, да? И это тоже вкуснотища. Ладно, сейчас у меня там еще остальные баклажаны, сейчас я их подожаю. Завтра опять на работу. Надо думать, что взять с собой. Так, давайте подводить итоги сегодняшнего дня. Я поужинала, сытая, довольная, как это, наевшаяся акула. Пошла, с сыном погуляла. Полтора часа с ним побегали, попрыгали. Пришла домой, а тут баклажаны. И они пахнут. А-а-а! Я себе сделать хочу быть дед в рот. Вот. Ну, сегодня в плане меню было не очень здоровое меню, скажем прямо. Начиная с чипсов и заканчивая вот этой красотой. Но было много овощей, баклажаны, овощи с фасолью, огурец. Эльдарик, ты где? Вот. Единственное, приятно, единственное, у меня после зубного болит, свежих овощей был минус, что, ну, я не могу много овощей есть, когда после стоматолога. У меня очень сильно болят десны после стоматолога. Почему-то не зубы болят, а именно десны, вот, где там сверлили. И я когда ем, мне прям, я это ощущаю деснами. Поэтому такие будут. Запеченные сегодня, уж жарены, точнее. При этом птицы, да. Вот. Я, наверное, эти баклажаны сегодня доем. Я не могу вообще, они очень вкусные. Они еще пахнут. Мы после прогулки зашли домой, а у нас тут запах крышесносный. Вот. Короче, ребята, ешьте овощи. Это не только полезно, но еще очень вкусно. Мы с вами встречаемся завтра на этом же месте в это же время. Все. Всех люблю, целую. Всем пока. Для Григория всем пока. Пока.